То, что я сегодня вам буду показывать, это еще не совсем структурированное, не совсем оформленное знание, не совсем оформленная информация. Хотя я бы сказал так, что я делю информацию на ту, которая в процессе, то есть условно назовем ее недостоверная, и ту, которая уже устарела. Из устаревшей недостоверной я, как ученые, всегда буду выбирать, естественно, недостоверную. Та, которая в процессе, над которой возможна работа, переработка, проверка, адаптация. Та, которая уже полностью сложилась, в общем-то, пользоваться ей нельзя, потому что она уже морально устарела полностью, и сделать с нее ничего невозможно. Поэтому, с одной стороны, конечно, это будет не совсем оформленный материал. Это материал четвертого тома моего исследования, над которым я работаю сейчас. Причем это именно такая первичная стадия подготовки материала. И, тем не менее, как мне кажется, это может иметь пользу и интерес для публики. Я обозначил тему своего выступления «Мудрость камня» в поисках первичного алфавита. Естественно, нужно понимать, что слова «мудрость» и «алфавит» в данном случае являются метафорами. Я не собираюсь вопрошать камень, а алфавит. И метафора, наверное, будет ключевым понятием для того, чтобы подойти к той проблематике, о которой я бы хотел поговорить. Поэтому я бы хотел начать свое выступление с цитаты, пусть она будет эпиграфом. Это цитата из Аристотеля. В общем-то, она общеизвестна. «Владение метафорой – достоинство, намного превосходящее все прочие. Это единственное искусство, которому невозможно выучиться у других. Это еще и признак оригинального гения. Ибо подлинная метафора предполагает интуитивное восприятие подобия вещах неподобных. И сегодня я хотел бы поговорить об образах. Но не просто об образах, а о том, что стоит за тем, каким образом мы их воспринимаем. И начнем мы с такой небольшой прелюдии. С обращения к картине Бернарда Белотта, известного ученика и племянника великого каналеста, мастера ведутты. То есть, точного документального изображения архитектурного пейзажа. Специфический жанр, который был очень популярен в 18-м столетии. Вот Белотта работал именно в этом жанре. Это у нас вид на Дрезден справа по берегу. Картина датирована 48-50-м годом 18-го столетия. Находится она в Национальной галерее в Ирландии. И ни много ни мало оценивается в 12 миллионов евро. То есть, это очень дорогое полотно. Вы можете видеть на картине, насколько точно проработаны архитектурные постройки. Фактически с фотографической точностью. И есть большая доля вероятности в том, что Белотта использовал для этого камеру обскура. То есть, это технически было усилено его мастерство живописи. Считается, и считалось при жизни, что Белотта был подлинным мастером городского пейзажа. Способным создавать сверхдетальные изображения. Не менее реалистичные, чем современные фотографии. При взгляде на это огромное полотно, а оно по размерам примерно около двух метров. Кажется, что художник превосходит всех мастеров своего времени в детальность изображения. Но так ли это на самом деле? Или художник заставляет нас в это поверить? Кажется, что даже на отдаленном мосту мы видим массу наряженных дам и господ. Если мы приблизимся вплотную к холсту, то нам кажется, что мы сможем разглядеть мельчайшие детали их костюмов. Но это совершенно не так. Приближаясь к мосту, наш взгляд обнаруживает, что там не просто нет никаких деталей, но что там даже нет никаких людей. Есть лишь разноцветные крупные пятна, которые даже не очерчивают человекоподобные силуэты. Если бы встретили такие пятна вне этой картины, то вы никогда бы не приняли их за человеческие фигуры. Ну, в общем-то, не нужно ездить в Ирландию. Полотно Белотто есть и в Эрмитаже. И вы можете посетить их в этот музей, рассмотреть их буквально с нескольких сантиметров. Чтобы понять, какого рода технику использует этот художник. Более того, Белотто не только заставляет нас поверить в то, что он обладает исключительной техникой деталировки, которую он на самом деле не обладает. Помимо этого, он обманывает нас и в самых крупных элементах картины. Даже люди на втором и третьем плане лишены лиц. А при приближении некоторые из них напоминают скорее шахматного коня, чем человекообразную фигуру. То есть, если бы вы встретили такое вне контекста его картины, маловероятно, что бы вы приняли это за человека. Я уже не говорю про те, просто отдельные пятна, точки, которые установлены именно на мосту. Даже на первом плане человеческие лица проработаны крайне небрежно. Но значит ли это, что Белотто был плохим художником? Нет. Как раз это значит, что он был гениальным художником и понимал, что нужно сделать, чтобы добиться сырьев сильного эффекта от картины. Живопись Белотто свидетельствует о том, что существуют определенного рода паттерны, образы моделей, исходя из которых мы воспринимаем окружающую нас реальность и произведения искусства в частности. Это тема, над которой я как раз, в общем-то, сейчас и работаю. И я предполагаю, что мы воспринимаем мир не от частного к общему, не от мелких деталей, постепенно конструируя общую картину, и не от общего к частному, все более и более всматриваясь в детали, наделяя изначальную картинку большим и большим количеством элементов. Нет. Мы воспринимаем мир через соотнесение контуров видимого с базовыми паттернами. Ну, предположим, такое сравнение. Как сейчас ищут человека по базе данных? Ну, допустим, есть фотография или видеозапись с камер наблюдения. Нужно установить, совпадает этот человек или нет. Для этого не нужно, чтобы полностью все точки совпали. Нужно, чтобы совпали определенные базовые отношения между глазами, от глазами до кончика носа и так далее. Если это совпадет, значит, это тот же самый человек. Примерно то же самое, как я предполагаю, происходит и в нашей аппарате для восприятия окружающего нас мира. То есть нужно, чтобы совпали лишь основные точки. Все остальное наше сознание достроит самостоятельно. К таким данным приходят ученые в самом конце 20-го столетия. А более-менее серьезно данная концепция стала разрабатываться только в нашей дне. То есть сейчас. В то время как Пилотто спокойно пользуется этой техникой, причем явно осознанной, ибо постоянной, еще в 18-м столетии. Он понимает, что не только совершенно излишне прорабатывает лица персонажей на заднем плане картины, так как ввиду огромного размера эти картины будут рассматриваться с расстояния. Такие картины, кстати, чаще всего размещались над дверным проходом во дворца. То есть это достаточно большое расстояние от наблюдающего зрителя. И в данном случае это расстояние работало не против художника, а на него, естественно. Но художник пошел еще дальше в манипулировании нашим сознанием. Если бы речь шла просто об экономии им времени на детальную проработку картины, то он бы не стал деталировать лиц персонажей второго и третьего плана, но идеально прописал бы первый план. Однако художник с пренебрежением подошел и к первому плану тоже. И это не случайно. Именно по причине недостаточной проработанности незначительных деталей и идеально точном попадании в паттерны, которые позволяют нам распознавать людей на полотне Белота именно как людей, удалось этому живописцу заставить наше воображение самостоятельно дописывать за него эту картину. И именно это и делает ее столь реалистичной. И, в общем-то, навряд ли кто-то разубедится в реализме картин Белота, если не проведет очень детальный ее анализ, который мы сейчас проделали с этим полотном, который, в общем-то, и снимает вуальмаги с этой картиной. То есть Белота манипулировал сознанием окружающих и снискал себе бессмертную славу. Он блефовал, как в карточной игре, и делал вид, что обладает козырями, в то время как на самом деле уступал по технике многим живописцам той эпохи. Но на самом деле он был больше, чем просто художник. Он был психолог или, если угодно, волшебник. Он сумел создать такой контекст, при котором мы не просто воспринимаем его точки и кляксы как человеческие фигуры, но еще и доделываем в своем воображении за него его работу. А потом дивимся, каково мастерство этого художника. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из современников Белота видел в этих фигурах знакомых ему людей, а может быть, даже себя самого. Белота не заставляет нас видеть шпот на его картине. Он приводит нас окольными путями к тому, что мы сами хотим обмануться и верить в этот обман. Именно так и работают произведения искусства. Однако, насколько это все зависит от магии искусства? И имеет ли искусство к этому непосредственное отношение? И относится ли это только к искусству? В общем-то, об этом я и хотел бы сегодня поговорить. Поэтому я выбрал в качестве предмета совершенно далекую от человека область. Камни. Спилы камней. Пейзажные агаты и пейзажные яши. То есть те примеры, которые гарантированно не имеют никакого отношения к замыслу, идее и уж тем более к концепции манипулирования сознания. Вы видите так называемые дендриты. Кажется, что словно причудливые растения вьются по камню, как в восточных миниатюрах или европейских средневековых маргиналиях. Можно предположить, что веточки неведомых растений застыли навечно, как в янтаре, и мы можем разглядеть каждую их часть. Однако, на самом деле, это всего лишь тип кристаллизации. Ускоренная и стесненная кристаллизация вызывает эффект дендрита. К растениям и к окаменелостям это не имеет ни малейшего отношения. Это просто формирование самого камня. А вот пруд. У кромки воды разместилась зелень, а за ней прекрасные красные бутоны, словно сошедшие с полотен эпрессиониста. А вот. Одиноко стоявшее дерево. Здесь зима или осень. Заход или восход солнца. Но кажется, что все-таки заход. Так как на картине, не созданной рукой человека, словно бы все намекает на мысль об одиночестве перед смертью. Экзистенциальном одиночестве. И страхе перед абсолютным пределом. Ну а вот пейзаж болотистой пересеченной местности, словно на реке запечатленной кистью Камиля Карла. Над холмами нависло тяжелое небо, а общий дом изображения нагоняет романтическую меланхолию. Перевеснем еще одну страницу, и здесь мы попадем в Уазию. Скорее всего, в Кита. На первом агате видно мелкобутье. Закат или рассвет. Не хватает лишь царей или фигури флейтистки. А может быть, восточного воина. Вот вы можете сравнить просто спил камня с, на самом деле, картиной, достаточно известной картиной. Реально целиком она выглядит так. Если мы пойдем дальше, то можем увидеть в следующем агате буйную растительность, возможно, горную местность. Причем, если обратиться к фрагментам оригинальных рисунков китайской традиции, живущей поныне, то можно отыскать весьма близкие аналогии. А вот перед нами на пейзажной яшме открывается вспаханное поле на голнистой местности. Или глубины подводного царства, приоткрываемые для нас спилом агата. Мы видим рыбу, юб и водоросли. Все это словно застыло на веки по явлению какой-то магии, что не может вызывать восторга или даже эйфории. Но что, если естественный рисунок камня окажется более похож на привычный для нас объект, чем мы можем на это рассчитывать? Что, если наблюдаемые на камне очертания уже не напоминают предмет, запуская бесконечные волны интенсивности нашей фантазии, но демонстрирует пейзаж, который не является порождением субъективных механизмов воображения. И это всего лишь камень, просто случайный спил. А вот местность, которая могла бы послужить прототипом для изображения в камне, если бы изображение в камне мог бы быть прототипом. Думаю, я не преувеличу, если сделаю вывод о том, что если показать этот спил камня большому количеству людей с разных концов нашей планеты, многие из них, если не большинство, а может быть и вовсе все, скажут, что на этом камне можно разглядеть горный массив. Таким образом, говорить о субъективности интерпретации здесь никак не приходится. В случае, допустим, с тем же тестом Рохшаха говорить о субъективности мы можем. Потому что это вскрывает субъективные модели человека. Кто-то увидит там кровь, кто-то увидит красные поля маков, а кто-то увидит, может быть, картину красную Филиппа Гастера. Здесь же речь идет, конечно, о несубъективных параметрах, но говорить об объективности здесь мы тоже не можем, ибо это не изображение. Камень, спил, это не просто случайное стечение обстоятельств, то есть то, как он складывался. Но это случайное стечение обстоятельств, ибо на 10 миллиметров дальше, если отойдет пила, когда будет его распиливать, то мы получим другой рисунок. И предсказать, какой там будет рисунок, не сможет никто. Это чистая случайность. По этой причине я хотел бы задаться серьезным вопросом, после такой достаточно развлекательной поэтической демонстрации, хотел бы задаться вопросом значительно более глубоким. А что, собственно, мы наблюдаем, когда видим на этих спилах горы? Понятно, что не горы, ибо к горам это не имеет никакого отношения. Что это? Чудо природы? Ограниченность природных форм, то, что горный массив и камень, которые мы рассматриваем, принадлежат к минеральной жизни одной и той же планеты, на которой мы живем, это их объединяет. Мы не будем строить иллюзии. И возьмем еще один пример. На этом камне мы видим небольшую деревушку, затерянную в полях, где колосятся злаки. У домика там даже другу можно разглядеть. Дерево стоящее возле него. Можно найти множество аналогичных сельских пейзажей. Может, я подобрал не самый похожий, но, в общем-то, можно было найти значительно более точно совпадающий, еще и подобрать правильный ракурс. Для этого нужно было всего лишь куда-нибудь на юг Европы поехать. И если схожесть горного массива и даже деревьев с рисунками на камнях можно было объяснить спецификой строения неживой и живой природы нашей планеты, которая подчиняется единым законам, то вот изображение домика с другой уже никак не может быть объяснено таким наивным образом. Я рискну предположить, что природа нашего восприятия такова, что сначала мы пытаемся связать воедино те предметы, которые воспринимаем. И если нашему восприятию это удается, то мы получаем не отдельные склоны, а горный массив, не отдельные плоскости, а стены единого здания, не отдельные ветви и листья, а дерево. Но почему тогда то, что мы видим на самом деле, в каких-то случаях объединяется в единый объект, состоящий из частей. Например, дерево состоит из листьев, ствола, ветвей, и мы объединяем это в единый объект. А в каких-то случаях мы отделяем один объект от другого. Например, на этом же дереве может сидеть птица. Или на нем может быть гнездо, оно вообще неподвижное. И гнездо, мы воспринимаем, отдельно, а дерево, отдельно. Более того, почему в нечетких линиях мы, к примеру, видим Солнце, а не круг, дом, а не параллелепипед, гору, а не треугольник, или любой другой объект, который тоже похож на гору. Что заставляет нас, во-первых, конкретизировать точки линии, а не просто соединять их в некие суммы, а во-вторых, подходить к этому процессу избирательно. Что-то объединяем, а что-то разделяем между собой. Как рыбу на морском дне мы отделяем от, собственно, морского дна. Или как домик с трубой от пшеничного поля перед ним. Что же тогда мы видим, когда различаем человеческие постройки в камни, или паровоз, или самолет. Я рискну предположить, что мы видим паттерны восприятия, при помощи которых мы не воспринимаем наш мир. Частично унаследованные нами от наших предков, частично культурно обусловленные, что позволяет одинаково хорошо узнать в едва намеченном контуре паровоз или самолет, так же, как и птицу, или гору. И с определенной долей вероятности можно утверждать, что этих партернов не столь уж и много. По крайней мере, тех, которые находятся всегда на готове для оперативного опознавания текущей ситуации. Я предполагаю, что когда-то это было просто жизненно необходимо. То есть, человек, который видит затрясущенность кустами образ хищника или другого вооруженного человека, имел больше шансов выжить, чем тот, который этого не видел. Даже если угроза была мнимой. Пойдем в наших рассуждениях дальше. Если мы внимательно посмотрим на любой из рассмотренных нами камней, то мы увидим, что в отличие от фотографии или картины, мы никаким образом не сможем сказать, к примеру, какое дерево мы видим перед собой. Мы сможем лишь указать, что видим дерево, но не его вид. И здесь вам не поможет отговорка по типу того, что вы не разбираетесь в видах деревьев. Никто не сможет определить вид этого дерева, так как такого вида не существует. Это вообще не дерево, это всего лишь дендрит. Это не дерево, не дом, не гора, не рыба. Так что в таком случае мы видим? Если обратиться к старой, древней, античной концепции платоновских идей, то в качестве инструментального допущения это будет более чем достаточно. Когда мы смотрим на дендрит, мы видим идею дерева. Пантером, при помощи которого мы можем отличить дерево от неделева, хотя деревом он не является. не был ли не прав Платон относительно мира своих идей, это еще большой вопрос. Другое дело, что Платоновы небеса, из которых происходит то самое припоминание этих идей, очевидно лежат не где-то далеко в иномирии, а прямо у нас под ногами. Это наши самые древние предки, физически превратившиеся в парах, но на уровне системы закономерности восприятия, функционирующие в нас и поныне. Теперь же взглянем на ситуацию немного под другим ракурсом. На камень, как на подобие полета фантазии художника. Здесь можно было вспомнить какие-то работы Джекса Наполова, как пример, или других представителей Нью-Йоркской школы. То, что случайная линия распила по камню может создавать нечто такое, что мы принимаем за искусство, то есть человеческую, пусть и невербальную, но все же коммуникацию, не является ли весьма интересным случаем? И не показательно ли, что столь многие хотели объяснить появление рисунков на камнях с ссылкой на приложение к этому руки человека, Бога или Богов или миродухов? В случае с духами, то такие теории были даже в начале 20-го столетия, на пике волны спиритуализма, начала 20-го века. Но не является ли нежелание признать случайность этих нечеловеческих шедевров проявлением чего-то другого, а не просто истовой веры в Бога или Духа? поиск сверхъестественной причины появления совпадений между камнями и произведениями искусства лежит в глубинном страхе и подозрении, что наше искусство, как и мы сами, тоже случайное. Ну, случайное и не организованное. Это не одно и то же. Нужно понимать большую разницу не ждать. Если мы возьмем детский калейдоскоп и будем его трясти, и там будет достаточно большое количество этих элементов, то, в общем-то, количество комбинаций будет огромное. Но это не означает, что, во-первых, этих деталей бесконечно, количество комбинаций будет несоизмеримо их превосходить. А, во-вторых, это вовсе не означает, что все это будет никаким образом неорганизовано. Оно организовано и очень даже, во-первых, определенным количеством фигур, а, во-вторых, оно обусловлено положением и количеством зеркальных поверхностей в калейдоскопе. То есть, у этого есть жесткая структура. Это очень жестко организованная система. И, тем не менее, количество комбинаций выпадений там просто огромное. А, теоретически, можно сделать калейдоскоп фактически с бесконечным по-человечески легким количеством комбинаций. Да, мы можем воспринимать самолет как самолет, и паровоз, и автомобиль как паровоз, и автомобиль. Это недавние изобретения. И они, конечно, не могут быть укоренены в глубинных пластах нашей психики, доставшейся от наших далеких предков. Но, на самом деле, это тоже не доказывает ничего, так как эти новые паттерны могут быть культурно обусловленными, во-первых, а во-вторых, они могут быть культурно связанной комбинацией, то есть суммой более древних паттернов. Ну, например, тот же самый паровоз может быть суммой огня, дыма и катящегося в луна. Или самолет, ну, к примеру, пещеры и птицы. Эти паттерны, заветте, масштабом никаким не обладают. Над этим еще работал Альдоросик в своих исследованиях, увеличивая и уменьшая объекты. В таком случае, то, что демонстрирует нам человеческое искусство, это, возможно, лишь бесконечная попытка исчерпать комбинации в этом самом калейдоскопе. Ну, это говорит нам и еще об одной важной вещи, что представление о красоте и о родстве, о эстетическом совершенстве и точности штриха или целостности формы являются не свойствами искусства, а свойствами нашего восприятия. И это нисколько не противоречит идее того, что в одну эпоху нечто прекрасное может считаться за безобразное в последующей или предшествующей эпохе. или что одни и те же принципы могут трактоваться в разных культурах совершенно отличным друг от друга образом. Причем, естественно, речь идет не только об эстетических вещах, но и об этике. Культура изменчива. Но изменчивость культуры вовсе не доказывает того, что за ней не могут стоять какие-то базовые и достаточно в эпидарные модели. То есть первичные паттерны. Назовем это первичным алфавитом. И как в калейдоскопе случайность их смены возникновений не является свидетельством в пользу того, что количество этих элементов в калейдоскопе бесконечно, также и в нашей жизни количество разнообразия культур вовсе не свидетельствует о том, что количество этих паттернов тоже приближается к бесконечности. Если бы таких паттернов восприятия было бы реально много, ими было бы абсолютно невозможно пользоваться. То есть для оперативного их использования должно быть их достаточно ограниченное количество. Иначе бы они были просто нам не нужны. Если бы мы действительно видели от частного к общему или от общего к частному никакие паттерны были бы не нужны вообще. Они как раз ускоряют наше восприятие, а значит их должно быть немного. Ученым на данный момент известно примерно около четырех тысяч минералов. Так не является ли эта цифра хотя бы примерным ориентиром наших психологических паттернов? Безусловно, не нужно считать это предположением и уж тем более научной гипотезой. Просто некое сравнение соскользнувшее созрекая не более того. Но вот что важно. Важно то, что это позволяет нам спуститься с некого пьедестала, в котором человек полностью запределен по отношению к окружающему его миру. И в языке, и в искусстве мы оказываемся абсолютно не уникальны. Мы вписаны как одна из частей, как одна из грани этого мира, которые притворяются и в камни, которые притворяются и в плода гения человеческой культуры. Вот что, наверное, самое важное можно извлечь из такого анализа. И если человек принят такую концепцию, он может пуститься на поиски системы платоновских идей. Естественно, в кавычках. Так как мы сейчас можем понимать эту концепцию. Системы, лежащие за пределами вербальной коммуникации. Системы, благодаря наличию которой, вероятно, мы и можем воспринимать вообще весь окружающий нас мир, а также наслаждаться красотами абстрактной живописи или инструментальной музыки. В заключении хотел бы вам показать вот такой камень. Этот камень будоражил фантазию многих исследователей на протяжении большого количества лет. Казалось, каким образом камень может быть похож на письменное? Ответ на самом деле очень прост. это не камень похож на алфавит, но алфавит похож на камень. И в этом нет ничего удивительного. И как невозможно прочесть послание пищевого камня, невозможно будет прочесть книги утраченной традиции. То есть, мы не будем знать, каким образом функционируют алфавиты, причем утрачены будут все человеческие алфавиты, а не какой-то останется. То, в общем-то, безмолвие камня намекает на хрупкость нашей культуры, на хрупкость нашего мира и нашей слепой веры в логос. Останется скорее синтаксис, а не логос. А логос распадется на буквы, ограниченную и упорядоченную словно вне человеческой стихийной силой, лишь для того, чтобы рано или поздно стать молчаливым аналогом пищевого камня. Ну, у меня, в общем-то, все. Такое небольшое сообщение. Если есть у вас какой-то вопрос. Да. Ну, скорее, даже не вопрос, если слышно нормально место, я, во-первых, просто прокомментировать, если вы позволите, замечательный выбрали зрительный ряд и вообще тема искусства, она такая очень благодарная для восприятия. Вот, но я вспомнила про логос, тем более, чтобы этот термин в конце доклада свой упомянули, да, и вспомнила также, что сегодня утром, еще до обеда, в одном из докладов вспоминалась советская психология, в частности, Леонтьев, Выгодский, Лурия. Так вот, я хотела бы, может быть, вы не знаете, там, Леонтьев, он изобрел для своих аспирантов такой прибор, как псевдоскоп. Он надевнует эти пачков на глаза, надеваешь и меняется восприятие левого и правого глаза. Еще вверхом анализу так делали, в Станфордском университете. И, соответственно, предметы, которые мы воспринимали через этот психология, они каким-то образом видоизменялись. Например, если вы смотрите на конус, то он превращался в воронку. Если вы смотрите на стакан, на половину наполненной водой, он переворачивается, но так как у нас нет опыта того, что, мы понимаем прекрасно, что вода выльется из перевернутого стакана, мы видели там гель. То есть это о том, а, и никогда, да, можно вывернуть лицо куклы, потому что у нас был такой опыт, мог теоретически быть, мы можем оторвать голову куклы, посмотреть туда и увидеть эту изнанку лица. Но никогда не выворачивалось лицо человека, каким псевдоскопом не смотреть. То есть я к чему, это научное доказательство того, что вы сейчас сказали, что есть эти первичные паттерны восприятия, и, собственно, Рионтик это научно доказал, что мы не можем увидеть ничего, чего нет в нашем предыдущем опыте. Он, безусловно, не брал опыт коллективного бессознания, то есть коллективный опыт, он брал личный опыт, личное сознание, личное восприятие. Но такова уже была специфика советской психологии. Судя по всему, то, чего нет в личном опыте, все-таки можем увидеть. Ну, это вопрос, у меня нет на него ответа, возможно, кто-то на него уже ответил. Но этим серьезно занимался Джако Мори Цалати в самом конце 20 века, то есть сейчас занимается, то есть наиболее, наверное, серьезное исследование в этом направлении, то есть это первооткрыватель зеркальных нейронов. как главный вопрос. Да, да, я согласен. Спасибо. И спасибо. Да, и по поводу камней, тоже у меня, например, возник образ Мороза, который рисует нам узоры на стекле. Там тоже мы можем увидеть все, что угодно, а это просто так сложилось, кристаллическая решетка воды. Единственное то, что там это монохромная графика получается. А здесь именно чудо в том, что полигромия совпадает с точностью с тем, что мы бы хотели там увидеть, так скажем. Да, мы сколько угодно можем поражаться тем чудесам, которые нас поражают, ну вот, поражает нас природа, да, или Бог, как мы, ну, можем как угодно об этом говорить, но на самом деле это все есть в сознании. То, чего там нет, его нет. Его нет? Да, его нет. Спасибо большое. Спасибо еще. Ну что, если вопросов нет, то вот кто хочет, может посмотреть мои издания, мой компакт-диск, пока я еще здесь, я, к сожалению, до конца вечера не смогу посидеть, но еще доклады несколько послушаю. До первого перерыва, ну, до следующего перерыва Григорий здесь будет. Ладно, большое спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...